Всем привет! Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрите итоговый выпуск программы Ньюз Тайм на канале Бридж ТВ. Главные новости о мировой музыке, какие события оказались самыми интересными, мы расскажем в нашей программе. В этом выпуске Джанет Джексон бьет рекорды, Стинг и Милен Фармер в откровенном клипе, а также как Кайли Миноук приготовилась к Рождеству и многое другое. После семилетнего молчания сразу на вершины чартов. Джанет Джексон, сестра короля поп-музыки Майкла Джексона, в этом году окончательно вернулась на сцену. Свежая пластинка певицы Unbreakable сразу же после выхода оказалась не где-то, а на вершине престижного музыкального чарта Билборд. Редко, но метко. Именно так можно описать творческую продуктивность Джана Джексон. Первый с 2008 года альбом сестры Майкла Джексона вышел в начале октября и сразу стал номером один в чарте Билборд. Я очень соскучилась по своим фенам. Время как будто не подвластно над поп-звездой, как внешне, так и музыкально, а народное признание давно неизменно. Ее имя говорит само за себя. Она просто невероятная. Люблю тебя, Джанет. Unbreakable – это альбом для вас. Спасибо за вашу любовь. За свою карьеру народная любимица успела возглавить чарт альбомов в каждом из последних четырех десятилетий. Рекорд внушительный. Одним из главных поп-дуэтов последнего времени стала совместная работа от Стинга и Милен Фармер. Легенды мировой музыки сняли видео с неожиданными эпизодами. Эпотажная Милен Фармер записала десятую пластинку, которая выйдет 6 ноября этого года. Но главное внимание привлек новый клип звезды с певцом Стингом. На съемки певица приехала со сломанным пальцем на ноге, так что передвигаться пришлось на костылях. Зато в кадре Милен Фармер дала огня. Отец шестерых детей и вообще женатый человек Стинг не отказался от страстных поцелуев в кадре. Наделавшись шума совместный клип звезд с символичным названием Stolen Car, то есть угнанная машина, войдет в новый альбом Милен Фармер. Еще один дуэт двух великих музыкантов, экс-битла Пола Маккартни и короля поп-музыки Майкла Джексона, недавно вышел в новой версии. Оригинал был записан еще в 80-х и тогда же несколько недель был на вершине чартов. Майкл тогда сам позвонил мне и сказал, что хочет записать песню. Если честно, я тогда даже не узнал его голос. Перерожденный трек «Say, say, say» войдет в переиздание альбома Пола Маккартни «Pipes of Peace». Друзья, вы смотрите канал Bridge TV и мы продолжаем наши музыкальные новости. Осенний сезон в разгаре, мировые звезды трудятся в поте лица. Например, Кристина Агилера грозится прервать многолетнее творческое молчание сразу двумя свежими пластинками. А Кайли Минок заранее приготовилась к праздникам, записав новый рождественский альбом. От коллег не отстает и певец Адам Ламберт. Адам Ламберт успел за последнее время как объехать мир в качестве вокалиста группы Queen, так и выпустить хит Ghost Town. После песни про то, что сердце певца – это город-призрак, Адам Ламберт спел про одиночество. Эта песня будто напоминает тебе «Да, ты одинок, но это нормально, так что просто будь счастлив». Впрочем, одиноким певец не остался. Одна только песня набрала на YouTube более двух миллионов прослушиваний. Теперь дело за клипом. В Москве при поддержке канала Bridge TV состоятся концерты звезд мирового рока. 15 ноября в столичном клубе «Вольта» выступят победители Евровидения группы «Лорди». 4 ноября в клубе Ray Just Arena в Москве концерт немецких героев рока «Умф». Команда представит новый 12-й альбом и все лучшие хиты. Я Москва. Привет, Москва! Мы группа «Умф» из Германии, и мы ждем нашего столичного концерта. В этот же день, 4 ноября, на сцене столичного клуба Stadium Life свое 30-летие отметит концертом легендарная группа Megadeth. Приобретайте билеты сейчас, они разлетаются слишком быстро. Нам не терпится вас всех увидеть. Одни из главных звезд финского рока едут в столицу. 25 октября в Москве в клубе Stadium Life при поддержке канала Bridge TV пройдет совместный концерт групп «Хим» и «Расмус». У нас будет большое шоу 25 октября. Мы сыграем все свои главные хиты. Не пропустите. Предыдущие совместные выступления «Хим» и «Расмус» прошли в России почти 10 лет назад. Так что пропускать совместное возвращение не рекомендуется. Кристина Агилера в недалеком прошлом успела стать мамой и приостановила музыкальную карьеру. Но собирается прервать трехлетнее молчание и в новом году выпустить сразу два альбома на английском и испанском. Я всегда пробую что-то новое и пробую найти то, что подойдет именно мне. Ну а Кайли Миноук решила попробовать образ Снегурочки. Звезда записала рождественский альбом «Кайли Крисмас». В числе прочих на пластинке дуэты с Фрэнком Синатра и легендой панка и гип-попом. В ноябре выйдет сам альбом, а в декабре его презентация в престижном лондонском зале Альберт Холл. Новые песни получились очень классными. Приготовьтесь, будет много снега. Друзья, на сегодня это все музыкальные новости. Об остальных событиях читайте на нашем официальном сайте bridge-tv.ru. Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрели программу Ньюз Тайм. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!